Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет расклад, очередной из цикла по вашим идеям. Предложила эту идею Агата. Вопрос такой, что задуманные люди говорят обо мне за глаза? При этом вы можете загадывать несколько человек на разные позиции, ну может быть каких-то двух на одну позицию, если вы будете чувствовать, что и тому, и другому человеку подходит интуитивно, по вашим ощущениям, одна и та же позиция. И в данном случае, я думаю, наверное, мы не будем ограничиваться четырьмя, например, вариантами или пятью. Посмотрю сейчас, сколько сделаем вариантов. Давайте сделаем хотя бы шесть, для того, чтобы вы могли загадывать людей. Здесь одна дама недавно предложила, можно два варианта всего делать, и вот по двум вариантам все рассказывать. Еще лучше, я на это могу сказать, заказать личный расклад. Тогда у вас будет один вариант, и вы сможете слушать исключительно про свою ситуацию, не интересуясь большим количеством человек, которым тоже будет интересна данная тема. Получилось у нас шесть вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вы можете загадывать просто, притягиваясь взглядом к какой-то рубашке карты. Вы можете в данной ситуации выбирать просто по номеру, и вы можете в том, что сейчас будет происходить, загадывать как будто бы соприкасаясь с потоками. Ту позицию, которую я открою пятой, первой, второй, и вот именно таким образом загадывать. Поэтому вы как хотите выбирайте, я как считаю нужным, в том порядке, в котором считаю нужным, открываю арканы. Хочу сразу сказать, что вы можете оставить свою идею для общего расклада, но для этого вам нужно будет перейти по ссылке в прикрепленном комментарии, и оставить эту идею там, где надо. Здесь, конечно, я жду ваших комментариев о том, как проиграется этот расклад для вас сегодня. Еще будет у нас в течение расклада шепоток от женских болей, то есть вот когда есть боли, связанные с циклом, например, и для того, чтобы их облегчить, потому что бывают такие ситуации, когда и лекарства не особо, например, у девчонок помогают, и в данном случае данный шепоток может помогать вам преодолевать боль. Но, собственно, более подробно об этом шепотке скажу тогда, когда уже буду его давать в процессе расклада. А сейчас мы начинаем. Еще раз напоминаю сегодняшнюю тему. Что задуманные люди или задуманный человек говорит обо мне за глаза? Вот так мы зададим вопрос. Для тех, кто выбрал позицию номер 6, с нее сегодня мы начинаем. Она пятая по порядку открытия. Она первая, простите, по порядку открытия. Уже сегодня было достаточно много работы, большая ритуальная часть, поэтому, конечно, немножко я, скажем так, устала и могу немного заговариваться. Я думаю, что вы мне это простите, и это будет в любом случае лучше, чем просто не выложить для вас общий расклад, которых, я знаю, многие действительно ждут. Вы знаете, здесь могут говорить многие о том, особенно если речь идет о работе, о сотрудниках, что вам надо еще учиться, что вы многое недопонимаете, что вы не слишком серьезный человек. Вот такие вещи могут говорить. А если брать ситуацию с отношениями, то здесь могут сказать, что вы, вот знаете, можете иногда быть достаточно вдруг стремительно активным человеком, что вы внезапно можете перевернуть горы, даже если вы понятия не имели, не представляли себе, как это делается. Плюс ко всему вас могут за глаза считать везунчиком. И есть люди, у которых возникает даже при этом определенная ревность, определенная зависть. Но в данном случае у того человека, которого загадали вы, зависти мы не видим. Здесь мы просто видим, знаете, ситуацию, когда говорят, ой, дуракам всегда везет. Или шутки на эту тему в любой интерпретации. Также мы можем сказать, что сейчас мнение задуманного вами лица по данному варианту у вас меняется. И сейчас человек стал спокойнее как-то отзываться о вас, хотя раньше допускал себе шутки. И шутки, которые были бы вам неприятны, которые бы вызывали, если бы вы о них узнали конфликтность с вашей стороны. В принципе, может быть, это была бы даже правильная реакция с вашей стороны. Но в этом случае мы видим картинку, когда все-таки сейчас человек начинает что-то осознавать и вести себя более спокойно. Хотя все-таки считают, что вы, возможно, незаслуженно получаете какие-то блага. И вообще это не очень хорошо, если речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. Потому что между мужчиной и женщиной должно быть все равно определенное правило общения. И мужчина может женщину, например, считать глупенькой или излишне какой-то порывистой, реагирующей. Но при этом ему должно это нравиться. Это не должно быть в осуждении. Впрочем, здесь мы особо большого осуждения не увидели. Знаете, вот как, может говорить, да, она по дуре горы свернет. То есть вот такие вот вещи. Может быть, это и любя говорится. Будем надеяться, что любя. Но все-таки здесь, наверное, нужно немножко профильтровать отношения с этим человеком и сказать то, о чем вам будет приятно слышать, а что вы не позволите о себе говорить. То есть здесь устанавливать, в принципе, определенные границы в этом случае надо. Но мы также можем сказать о том, что человек не только говорит о вас, но еще и пишет кому-то. То есть это может обсуждаться где-то в письменном виде, в интернете, в соцсетях. То есть какие-то вот здесь вот. Либо он может размещать посты с вашим изображением или со ссылкой на вашу страницу. И здесь еще может быть такая ситуация, когда обсуждают вас со знакомыми или с родственниками. При этом вроде бы пытаясь донести достаточно объективную информацию. Здесь достаточно вот такой обширный вариант сегодня получился. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она вторая. Сегодня по порядку открытия. Ой. А вы знаете, человек может говорить, что вы глазливы. И человек может говорить, ой, что я ей не скажу, все время потом что-то не получается. Также мы можем вообще говорить, что человек следит за вами и не всегда говорит или боится даже говорить какие-то вещи в вашем присутствии или о вас. Скорее наблюдает за вашей реакцией. И хотя вот здесь легло такое сочетание, которое может говорить о том, что может быть с глаз со стороны человека. Конечно, вот сегодня, зная, что такая позиция будет, можно было бы шепоток от сглаза зачитать, но уже обещала от женских болей. Поэтому именно его буду давать. Человек сейчас говорит достаточно мало и никогда на серьезные темы о вас за глаза. Потому что, возможно, он или она боится, что вы об этом узнаете. Поэтому пытается немножко, может быть, свести, спустить на тормозах ту ситуацию, которая образовалась, ту ситуацию, которая получилась сейчас между вами. Поэтому здесь мы видим, что человек скорее склонен наблюдать, нежели что-то очень активно обсуждать. И вы знаете, даже если было какое-то недопонимание, то сейчас человек как будто бы стал мудрее. И человек может говорить о каких-то ваших качествах, о том, что вы обладаете какой-то силой, силой воли, силой энергетики. Которая заставляет его вас побаиваться и уважать издалека. Вот такие вещи тут присутствуют. Вы для человека не очень понятны. И в данном случае очень хорошо, что человек старается не разговаривать о том, что ему не слишком понятно. Называется, прежде чем начать говорить, убедитесь, что ваш язык подключен к мозгу, подсоединен к мозгу. Вот человек здесь, вы знаете, всегда старается сперва подумать, прежде чем что-то о вас сказать. Вот эти моменты здесь достаточно ярко и ясно прорисовываются. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, она третья по порядку открытия. И здесь мы можем говорить о том, что вас в принципе уважают. И о вас могут говорить с достаточным уважением, может быть, еще и потому, что побаиваются. Если вы загадали ситуацию на работе, то даже начальник заочно не говорит каких-то дурных вещей о вас, даже в конфликтных ситуациях, потому что хочет сохранить рабочую атмосферу. Если речь идет о личных отношениях, то здесь мы видим карту, которая говорит о том, что смотрите, женщины, которые вас окружают, могут говорить о каких-то покровителях с вашей стороны. Что мол, ой да у нее или у него там есть кто-то, вот какая-то мохнатая лапа, которая ему помогает и так далее. Или ей помогает. И здесь развеивать уже этот миф или не миф, решать вам, а не кому-то другому. При этом вас считают человеком очень сильным. Мы иногда говорят, слушай, я бы никогда не подумала, что она настолько сильная. Я бы просто не могла даже предположить, что она, то есть вы, да, или он, если вы мужчина, да, человек, участвующий в раскладе, что такая силища, да, то есть внезапно для человека могла открыться какая-то ваша сила, какая-то ваша энергия, какая-то ваша настойчивость и вообще ваше влияние мощное на ситуацию. Вот эту мощность вашего влияния могут обсуждать, но при этом на расстоянии с уважением достаточным и без какого-то понебратства, потому что поймут, что вы сразу пресечете подобного рода вещи. Для тех, кто выбрал позицию номер, давайте, один, она будет сегодня четвертая по порядку открытия. Ой, ну вас считают хитрюгой, вас считают лисой, может быть не считают, но говорят о том, что ой, Оленка-то у нас лиса лисой, посмотрите на нее, какая она хитренькая. Но при этом, вы знаете, это делается с достаточным уважением, и люди не хотят при этом сталкиваться с вами лоб в лоб. Могут называть лисой, но при этом от прямого контакта могут уходить. И каких-то, вот знаете, абсолютной грязи какой-то здесь нет. Здесь просто есть обсуждение скорее между вашими родственниками и людьми, которые знают вас достаточно хорошо и говорят они в принципе правду. То есть даже если какая-то правда вам не нравится, что вы, например, хитрюга, когда говорят, или что вы можете где-то схитрить, полениться или в какой-то ситуации, не вообще в жизни, а вот в какой-то ситуации у вас возникло воспаление хитрости, так называемое, то, ну может быть, можно и подумать, что люди, конечно, в этой ситуации, то есть задуманный вами человек в этой ситуации говорит достаточно значительную долю правды. И прислушиваться к нему или нет, это уже другой вопрос. Человек сказал что-то на эмоциях, но в этой эмоции и в этой информации, которая прошла через его эмоции, была достаточная доля правды. Ну а теперь у нас будет обещанный шепоток от женских болей. Когда читается этот шепоток? Ну, естественно, если у вас в этот момент нет женских болей, если вы вообще катаетесь где-то на санках или, там, я не знаю, летаете на воздушном шаре, то вряд ли вам это пригодится. Этот шепоток, он целевой, то есть он считается не в принципе, да, вот в любое время, а тогда, когда у вас возникает конкретно взятая проблема. То есть это приходящий достаточно болезненный цикл, например, в любое время, да, вот когда у вас случается, в любом месте, если это на работе случилось, если дома, вот если заболел живот, заболела спина, и это именно вопрос болей по-женски, то есть это не кишечник, это не желудок, а именно женские какие-то боли, то тогда вы можете читать данный шепоток. Он поможет что сделать? То есть вот вы выпили, например, таблетку, и вы ждете вот это время, пока таблетка поможет. Шепоток может вам помочь как-то вот более мягко перенести этот период, или если нет таблетки, вот вы едете домой откуда-то издалека, и вот вы пока что можете как-то сгладить вот эту ситуацию до момента, когда будет врачебная помощь или медикаментозная помощь, вы можете это читать. Если боли не сильные, например, и они вам доставляют не очень большой дискомфорт, но все равно слегка мешают, то тогда вы вообще с помощью этого шепотка, читая его так, как я скажу, можете от них избавиться. Читать нужно по 12 или лучше даже 40 раз подряд, каждые 15-20 минут, это надо сделать 3 раза подряд. Кому-то вообще 2-3 раза прочтет, уже помогает, а кому-то приходится вот именно в таком режиме читать. Более того, ваша энергетика будет постепенно привыкать именно к тому или иному шепотку, и вы будете сонастраиваться с ним. Впоследствии, чем дальше, тем более активно этот шепоток будет вас слушаться и действовать по вашему такому мини-заклинанию. Поэтому читаю. Я читаю шепоток громко. Я всегда говорю, что шепотки это то, что читается тихо, это то, что вы читаете шепотом, за зубами, может быть даже слегка подшепелявливая, если большое количество шипящих и свистящих букв. Поэтому в данном случае я говорю громко, просто для того, чтобы вы это слышали, для того, чтобы у вас не было проблем при воспроизведении звука. АСМР, наверное, мы делать не будем в плане шепота. Читаю. Итак, шепоток можете записывать или поставить на паузу, потом записать. Как море волнуется, да успокаивается, так и чрево мое болеть перестает, да прекращает маяться. И говорите вы это 12 или 40 раз. Каждые 15-20 минут до 3 раз подряд вы можете это сделать. Если не прекращается что-то, то значит может быть другая этиология боли. Ну и естественно мы не говорим о тех состояниях, когда у человека серьезнейшая болезнь, например, уж никому не пожелаешь, онкология, например. Это вы не вылечите шепотком. Но облегчить вот такие вот обычные бытовые состояния вполне возможно. Это бытовая магия, которая помогает человеку каждый день. Еще раз повторяю шепоток. Как море волнуется, да успокаивается, так и чрево мое болеть перестает, да прекращает маяться. Вот так звучит этот шепоток. Вы можете себе его переписать от руки. То есть вы его запишите, если на бумагу, то с течением времени вы можете выучить его. Уже тогда листочек сожжете вот с этим шепотком. Просто выбрасывать скомков, да, будет неуважением к силам, к которым вы обращались. Поэтому лучше сжечь или лучше в текущую бегущую воду этот листочек отдать, допустим, положить. Это будет наиболее эффективным вариантом от этого листочка потом избавиться. Но этот шепоток хороший, сильный, он действительно помогает. И многие действительно из людей, которые обращаются ко мне в приватных переписках, говорят о том, что шепоток действительно действенный и у них результаты хорошие. Итак, для тех, кто выбрал, мы продолжим. Позицию номер 4. Она пятая по порядку открытия. Вы знаете, о вас могут говорить как о человеке либо мудром, не по годам, либо могут говорить о том, что к своему возрасту вы достигли. В целом обсуждать ваш возраст, ваш жизненный опыт. И в данном случае могут говорить, что вы периодически ведете себя как старичок. И вот здесь вот что стар, что мал могут, да, говорить. Если вы молоды, могут говорить, ой, она как молодая старушка вообще прям вот, да. И если вы, например, находитесь в возрасте, то наоборот будут говорить, ну, как ребенок прямо, да. То есть вот здесь вот будет постоянная несостыковка вашего биологического возраста, то есть паспортного, да, возраста и того, что вы делаете. Будут обсуждают сейчас какие-то ваши действия. Говорят о том, что вы поступили в данном случае инфантильно. То есть не столько обсуждают вас, сколько ваш определенный поступок. Возможно, какие-то ваши очень необдуманные, спонтанные траты. Здесь это тоже может быть. При этом, да, говорится в основном о деньгах. В основном говорится о финансах, что вы поступили недальновидно, что вы необдуманно поступили. При этом люди могут вам говорить это даже в лицо. То есть не обязательно, что это говорится исключительно за спиной. Но это может задевать действительно чувство вашего собственного достоинства. Поэтому здесь постарайтесь среагировать мудро и посмотреть действительно, какая доля правды, действительно, какая доля истины в том, что говорится задуманным человеком в отношении вас. В целом мы можем сказать, что человек не настроен к вам плохо как-то. То есть это не стремление вас нарочно обидеть, оскорбить какие-то ваши чувства. Но есть цель, поскольку человеку тяжело обсудить вот эту проблему, той траты, которая произошла внезапно. Траты или утраты, которая случилась с вами. И в обществе того человека, и касается того человека, которого вы задумали. В целом человек может говорить о том, что ему вас жалко, что вы, наверное, переживаете. Так это или нет, это уже другой вопрос. Но в целом мы видим, что есть добрые, правда, немножечко такие вот наивные обсуждения вас со стороны. И человек в данном случае всегда прикрывается какими-то благими намерениями. Также человек может обсуждать вашу удачу и то, насколько справедливо вам эта удача дана, насколько вы заслужили то, что вы получаете на сегодняшний день. То есть то, что созрело, насколько оно действительно в данном случае соответствует вашим заслугам. И здесь мы можем видеть, что люди считают, что вы достигли чего-то несправедливо, что вы из ничего как будто бы получили то, что вы на сегодняшний день имеете. Для вас, возможно, это ничего, это совсем не ничего. И вы понимаете, какую цену вы заплатили. Но тот человек, которого вы загадываете, не хочет понимать масштабы потраченных вами усилий и ту цену, которую вам пришлось отдать за то, что вы имеете сегодня. Ну и, конечно, вариант КЭП очевидность для тех, кто загадал вариант номер 5. Он шестой по порядку открытия. И здесь, ну, здесь, знаете, могут говорить, что вы излишне суровый человек, что от вас иногда, ну, вот знаете, как не добьешься улыбки, что вы скупы на какие-то похвалы, что вы какие-то, вот знаете, допускаете очень мрачные мысли, что вы можете, ну, во-первых, либо не шутить вообще, а если шутите, то этот юмор может быть достаточно мрачным. Более того, людям кажется, что вы, ну, вот тот, кто обсуждает, могут говорить, что с вами мало что понятно. То есть, вы, ваши действия не ясны. И люди могут говорить, слушай, я вообще не понимаю, зачем она или он это делает. Да, вот, ну, зачем делает, ну, что, что-то не ясно, вообще непонятно. Также рядом с вами могут обсуждать некоего человека, мужчину старше 40 лет, состоявшегося, состоятельного, солидного, такого достаточно, и его скупость, или его материальное положение. Также могут говорить о том, что вы прибедняетесь, и что вы, вот, может быть, даже о каком-то человеке, как будто бы оправдывая его, отзываетесь, проявляя инфантильность. То есть, люди могут, человек задуманный может говорить о том, что, ой, да она его все время оправдывает, там, или он ее все время оправдывает. Вы что, не видите, что, ну, не хочет смотреть правде в глаза? То есть, вот такие вещи тоже могут быть. Но, здесь, опять же, просто подумайте, насколько вам вообще важны вот эти пересуды. Но могут говорить, что вы человек мрачный, однако, вы оправдываете тех, кто этого не заслужил. Определенные моменты есть. Поэтому, ну, подумайте, есть ли в этом доля правды, того, что говорят о вас. Потому что, есть среди зрителей те, о которых действительно не грех, так сказать. Но, опять же, всегда задавайте вопрос, когда вы интересуетесь мнением третьего лица, насколько оно для вас важно? И для чего вы это делаете? Если просто для информации, то есть, вы понимаете, что, да, вот человек допускает такие высказывания обо мне, он может говорить подобным образом, и совесть его после этого не мучает, и, соответственно, меняет свое отношение к человеку. Тогда это один вопрос. А если вы узнаете, даже, что у вас, про вас, например, говорят какие-то гадости, продолжают или начали говорить, да, но при этом ничего не предпринимаете, никаких шагов, и просто смотрите на происходящее молча, не меняя отношение к человеку, то тогда это, наверное, бесполезные знания. Любое знание, как я говорю, даже негативное знание, оно должно быть во благо, и должно быть вам полезно в быту, для того, чтобы как-то себя реализовывать. И для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, следующая информация, все контакты, которые возможны со мной, вы можете найти в текстовом описании этого видео. Пожалуйста, не надо мне писать, что вот он мой WhatsApp, а вот он мой Viber, а вот напишите, позвоните, никто вам, естественно, звонить и писать не будет. Поэтому имейте уважение, и такие не допускайте промахи с вашей стороны. Для того, чтобы понимать, как со мной общаться, в прикрепленном комментарии, я оставлю ссылку на видео правила получения индивидуального расклада, для того, чтобы наше общение на первом же сообщении не заканчивалось. Потому что те люди, которые посмотрели эти правила и реально хотят получить помощь, реально хотели получить расклад, они уже на протяжении многих месяцев, а многие даже на протяжении лет общаются на правильной волне, и мы ценим друг друга и относимся с уважением друг к другу. Но если человек не считает нужным даже посмотреть, к кому он обращается, зачем, почему, что он может получить, в каком формате, и пытается эту информацию заставить меня, которая уже проговорена, неоднократно писать в письменном виде, то, естественно, он получает отворот-поворот. Также есть правило трех сообщений. То есть, если вы мне три раза написали, я вам три раза ответила, и вы при этом ничего не заказываете для себя, то тогда наше общение прекращается для того, чтобы не быть пустым, для того, чтобы просто не отнимать ни ваше, ни мое время. Что значит три сообщения? То есть, вы мне написали, например, здравствуйте, я хочу посмотреть то-то, то-то и то-то. Я вам ответила. Затем вы еще раз ответили. Присланы условия, на которых вы можете получить данный расклад или данную помощь. После этого вы пишите сообщение, я еще раз вам отвечаю, и если ни к какому решению не приходите, то общение на этом прерывается, и вы просто должны быть морально к этому готовы. А также не пишите такие вещи, как, ну вот, я думаю, ну вот мне стоит посмотреть, не стоит люди. Мне вообще все равно, что, вот, беспокоит человека, который впервые приходит ко мне. Стоит ему смотреть, не стоит. Решаем только мы для себя. Стоит, я за себя могу сказать, стоит ли мне посмотреть это, стоит ли мне сходить в магазин за хлебом, стоит ли мне отшить того или иного человека, а стоит ли мне помочь тому или другому. Эти вопросы я задаю себе и отвечаю на них для себя сама, даже в бытовой жизни без карт. И точно так же вы должны отвечать для себя, стоит вам или не стоит, интересно вам или не интересно получать ту или иную информацию. И если вам интересно, то вы ее получите. То есть стучите и откроют вам. Но за вас стучать, да, вот в дверь, перед которой вы стоите, естественно, не будет никто. Это вот такие прописные истины. И сегодня небольшая говорилка получилась, но я считаю, что она необходима и на определенном этапе отсеивает людей или меняет их восприятие данного вопроса, для того, чтобы в дальнейшем складывались добрые и хорошие отношения. Я всем желаю удачи, до встречи, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...